В Екатеринбург лишился произведения хоть и уличного, но искусства. Жители дома номер 5 на проспекте Ленина, возвращаясь с работы домой, неожиданно потеряли огромное настенное панно легендарного старика Букашкина. Оно не один год украшало город. Как выяснилось, уличный художник якобы пал жертвой фашизма. Квартальный заметил на стене изображение свастики, просигналил коммунальщикам, а те и постарались. Подробности трагикомической истории у Дарьи Дементьевой. Знаменитый стих первого екатеринбургского стрит-артера Евгения Малахина в народе старика Букашкина. Его поклонники теперь цитируют наизусть. Там, где он был написан, на стене дома на Ленина 5, теперь чистая стена. Город превращается в своего рода столицу стрит-артера уже сегодня. Но Букашкин был одним из первых, и мы действительно должны это сохранять. Приходит понимание, что Букашкин все более и более знаковая фигура для города. И почему такие вещи происходят, совершенно непонятно. Кто закрасил народный шедевр, выяснилось быстро. Оказалось, в краску Букашкина вогнали местные коммунальщики. Распоряжение закрасить стены они получили от квартального. На холсте кто-то дорисовал свастику и написал нецензурное слово. Абсолютно неважно, это картина с каким-то глубоким смыслом. Это просто баллончиком нарисовано какое-нибудь матерное слово. Неважно, это все приравнивается к грязи, и управляющие компании наказываются за это в виде административного штрафа. Но, как выяснилось, закрашивать всю картинку квартальный не предписывал. Нужно было лишь скрыть на стене следы хулиганства. А рабочие перестарались к огромному огорчению ценителей творчества Малахина. Каждая его работа, говорят эксперты, на вес золота, ведь уличное искусство и так недолговечно. Все места, как у него основная нора, где была там сейчас банк стоит, нет, то есть бушки, все какие были разрисованные, раритетные гаражи железные, с совершенно замечательными картинами, они все неизвестно где, там стоит уродливое здание юридического института. Закрашенные рисунки последователи Букашкина собираются восстанавливать, а на будущее, чтобы не возникало путаницы, сотрудники его музея будут добиваться, чтобы работы панк-скомароха признали культурным наследием и соответствующим образом обозначили. Дарья Дементьева, Антон Лимонов, Новости 41-го канала.